мне кажется кошка просто в шоке от того что мы постоянно находимся в ее квартире и она уже думает когда вы все уйдете на работу ну что всем большой привет начинаем новый влог у нас понедельник начинается по моему третья неделя самоизоляции я уже немножко сбилась со счетом недели кстати будет довольно прохладно поэтому не так грустно нам сидеть дома кстати сейчас читая комментарии под моим последним влогом который вот вышел недавно очень очень интересно там прям жара происходит реально в комментариях девчонки ругаются спорят о том как мне вести мой канал я пока за этим наблюдаю пока никого еще не заблокировал но чувствую что если так пойдет и дальше придется кого-нибудь отправить в банк потому что у них там уже такие темы пошли туалетные что диву даешься ну да ладно пока вроде бы все прилично комментарии как мы знаем повышают рейтинг видео поэтому активность комментарии активность под видео очень очень важна для продвижения до там решают также как мне пить воду и так далее я ведь пью воду из полутора литровой бутылки просто хочу вам кстати дать такой тоже лайфхак я в нее утром наливаю воду полтора литра и пью ее и я должна ее лет к себе определила что я должна ее выпить за один день такой вот лайфхак кто-то ставит себе приложение в телефон потому что так мы забываем часто пить воду у меня например муж пьет из маленьких бутылочек полулитровых ну просто их наполняет а мне удобнее так я один раз налила с утра и потом обью если я все выпила соответственно норму я по воде выполнила так что вам тоже советую хороший способ ваше здоровье ладно какие планы у меня сегодня я забыла какие планы мне сегодня день я сегодня хочу вот прямо сейчас я сяду снимается третий узор третий узор у меня будут шишечки или пупырки или еще они правильно называются попкорн я думаю что я сниму на этот узор сегодня мне нужно сделать пару фотографий для моего инстаграма я поняла что у меня нет еще ни одной фотографии моего мексиканского голубя у вас уже столько классных работ по мастер-классу на мексиканскую птичку просто вам большое спасибо там такие прикольные есть птички все-таки хоть там и не так много просмотров под этими мастер-классами знаете я прям я прям рада что я его выложила потому что потому что ваши птички это это просто что-то невообразимо классное да но у меня в ленте нет еще фотографии с моим собственным голубем поэтому нужно будет сегодня такую фотографию сделать и фотографию еще сделать для блога про моего пледа да если вы вдруг еще не знаете что мы с вами вяжем у нас такой своеобразный совместный проект с хэштегом плед дома вот и который мы с вами вяжем вместе я делаю мастер-классы на каждый узор и потом вы выкладываете свои работы свои процессы потом уже готов плед с этим хэштегом и так смотрите что у меня новость значит вот моя стопка квадратов я не помню сколько помнить уже 15 или 16 не знаю то что вы не видели у меня новый узорчик появился вот такой вот смотрите какой он классный и это узор от моей подписчицы я ставлю здесь тоже ссылочку на ее инстаграм наверное я у нее тоже по хэштегу плед дома увидела классные фотографии вот с таким узором я я ей написала спросила что это за такой узор и она мне рассказала как он вяжется и я сделаю на него тоже мастер-класс конечно же со ссылочкой на автора вот потому что мне он очень понравился он смотрится классно и пряжи на него хоть немного так и еще есть один вариант исполнения такого узора сейчас покажу вот такой вот на серый вот это меланжевый пряжи не так хорошо видно но видите вот вот так видно идут вот такие ряды объемный да и потом идет ряд как бы как полосочка между ними так что еще тут у меня есть из новенького сделала еще парочку серых квадратов вот такой вот не помню показывал или нет вот такой вот вафельный потом вот такой вот тоже с с шишечками и с полосочками так ну и все вроде бы из новенького это все наверное да серые квадратики потихонечку меня прибавляются да мне тут тоже написали что наверно пора мне уже снимать новое видео из рубрики странные комментарии вообще да можно я там себе парочку самых интересных за скринила комментариев но ты знаете это нужен прям какой-то такой настрой специально на это у меня пока пока как я пока нет у меня такого настроя вот но возможно тоже надо такое видео сделать давно его не было что я подумаю над этим ну что я только что закончила съемку видео на вот такой узор узор попкорна шишечки пупырки и в общем как он только не называется все от сняла слушайте на самый один из самых долгих узоров именно вот по времени потому что он вяжется столбиком без накида и поэтому ну очень много рядов здесь 54 ряда обычно все таки в остальных узоров рядов поменьше потому что они вяжутся там с полустолбиками с накидом либо просто вот здесь столбики с накидом короче очень долго он вяжется но в принципе расход не очень большой вот если мы возьмем это у нас что ализе шокерим 34 всего лишь грамма а если из пехорки детская линка то вообще 25 что ли или 26 этих смотрю из пехорки 26 грамм до из шокерим 34 ну принципе неплохо вот дальше я сделала фотографию на обложку и я уже даже сбилась за счет помнят уже 18 у меня квадрат либо 17 нужно отметить и кстати мне понравилось как смотрится этот узор и знать что я заметила что серая пряжа вот ализе шокерим за счет того что она меланжево вы знаете бывают некоторые цвета в определенной пряжи которые не ниточка в этом цвете она более толстая мне кажется вот в сером цвете как раз такой случай найти обычно светлые цвета например белый или молочный обычно вот эта ниточка толще вот здесь же я заметила что квадратики серой пряжи получаются больше вот например вот я связала от такого-то вафель куда серую и она прямо видите как она больше почти что нас на сантиметр больше хотя здесь все парь по количеству рядов все одинаково но она больше получается это тоже шокерим и она по весу тоже тяжелее еще у меня розовая была вот розовая тоже видите насколько меньше вот хотя здесь все точно точно все одинаково ну вот ну вот так вот поэтому я даже подумала знаете хорошо что серый у меня будут квадраты соприкасаться с каждым цветным квадратом то есть как бы серый будет задавать как бы размер если можно так выразиться вот так что я я думаю что серые квадраты они как бы потянут под себя другие другие цветные квадраты следующий узор хочу сделать косами но мне кажется это будет на всякая непростая задачка именно это объяснить то вот эти все узоры даже не узоры а как за эти вот схемы которыми рисуются узоры с косами мне лично они очень плохо понятны вот плюс я же всегда пишу схемы да на видео то здесь соответственно ты никак не напишешь особенно вот то место где идет этот перекрещивание столбиков и нужно будет как-то так объяснить чтобы это было понятно и чтобы это было без без узора чтобы это было без схемы какой-то нарисованный может буду использовать какие-нибудь цветные фломастеры что еще раз привет на сегодня вторник уже следующий день и знаете у меня вот такие не такая одна вредная привычка так скажем понедельник всегда начинать очень бодро и слишком слишком усердно короче мне все время кажется вот понедельник знаете пишешь такой список дел на неделю какие-то планы думаешь как же как круто сколько я всего успею и и в итоге ну ты отдохнувший такой да за выходные и в итоге в понедельник пишешь себе просто какое-то нереальное количество дел и делаешь 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 в итоге вчера я закончила только работу в десять часов вечера и то я не сделала все что у меня было в плане там я еще пару фотографий хотела сделать не сделала и ну потому что мне хотелось поскорее выложить видео я его во первых вчера снимала потом я его монтировала долго потом я его укладывала у меня начал включить компьютер я его второй раз выкладывала вот там эту картинку делаю описание все такое и и в итоге сегодня вторник и у меня так знаете нет сил я думаю вот буду сегодня просто день сидеть и просто что-нибудь вязать сейчас буду искать себе где мне посмотреть сериал очень многие советуют посмотреть сериал триггер называется наш российский но если он не очень страшный то я его посмотрю вроде бы писали что он похож на метод но не такой но не такой жуткий но не знаю метод я кстати посмотрела но мне после него как-то было не очень хорошо знаете такое было стене триггерами вот сейчас наверное включу себе сериал и у меня на самом деле того что мне нужно связать у меня тоже очень большой список поэтому наверное займусь этим во первых я повяжу квадратики это то что реально меня успокаивает это то как я отдыхаю вот у меня уже 19 квадратов на данный момент и я наверное еще парочку сегодня свяжу каких-нибудь таких простых вот и потом еще один у меня проект только я не помню куда я его делаю у меня столько корзиночек с разными проектами короче еще я кое-что сейчас свяжу потом вам покажу по чужому мастер-классу даже я вам скажу больше по мастер-классу эмильфрим вот так ну что готовка на карантине продолжается сегодня у нас на обед смотрите я делала соус вот такой здесь просто фарш с томатами там с томатным соусом половину мы уже съели я отваривала пол пачки спагетти и половинку вот будем сейчас кушать я поставила воду греться отвариваю еще спагетти потом смешаю все вот с этим соусом и еще потру туда сыр твердый такой будет у нас вкусненький обед ну что всем еще раз привет слушайте я вообще не снимала последнюю неделю честно как-то у меня нет настроения у меня нет настроения на съемку а когда нет настроения на съемку то лучше этим не заниматься потому что ну зачем вам предавать свое какое-то не то чтобы у меня плохое настроение я бы так не сказала такое знаете немножко ощущение что как будто мало энергии вот такое ощущение что вот мало сил мало сил мало энергии и поэтому как-то рука к камере не тянется вот так но вместе с тем что продолжаю вязать плед у нас кстати четвертая неделя карантина самоизоляция началась и конечно вот начиная с третьей недели прям я вот почувствовала эту такое вот настроение нересурсное что ли что как-то как-то короче мало сил ну в общем за это время у меня здесь я себе заказала пряжу новую я думаю что наверное мне когда придут мои две посылочки я сниму наверное видео давно мне не было такого ролика давно я не снимала просто покупки пряжи да у меня их и не было собственно этих покупок только вы знаете что я наоборот стремлюсь к тому чтобы извязать свои запасы но так случилось что это называется я начала вязать плед чтобы извязать свои остатки пряжи и представьте мне немножко не хватило серого цвета пару моточков серой пряжи себе дозаказала чтобы точно не хватило и на квадраты и на обвязку ну и там еще есть парочка проектов новых которых я хочу которым я хочу заняться вот так вот по мелочи еще сегодня пойду забирать свайлберисовый заказ на тапочки смотрю себе домашнюю одежду вообще я тут сделала ну такой небольшой разбор гардероба я вообще очень часто этим занимаюсь то есть у меня нет одежды которые я не ношу или которые я не люблю то есть я периодически раз размусриваю свою одежду и тут я прям знаете добралась и еще целую гору убрала пока не знаю что буду с этим делать частично я отношу в H&M на переработку частично может быть подружкам своим предложу может что-то понравится потому что знаете есть хорошие вещи но которые просто сейчас мне вот уже ну как-то не по настроению что ли и также я домашнюю одежду тоже свою перебрала и очень много чего убрала и я понимаю что мне сейчас не хватает домашней одежды какой-то такой симпатичный видимо это скажется 4 недели сидения дома и то что уже как-то все поднадоело и понимаешь что тебе не хватает в общем то да я смотрю себе еще домашнюю одежду тоже смотрю на Wildberries на Ивановском трикотаже я их обычно не ломаю а прям вот так вот кладу в кипящую воду и они потихонечку потихонечку туда все уйдут так я вас положу на полочку пока я буду тереть сыр еще я посмотрела целиком сериал Trigger кстати я по-моему вам про это говорила что я собираюсь его смотреть потому что очень много на него отзывов прямо всем он так сильно нравится это наш российский сериал со Светланой Ивановой с Матвеевым по-моему так актеру зовут что могу сказать я его посмотрела знаете просто за два дня залпом там 16 серий в первый день посмотрела 11 ну то есть я сидела вязала и смотрела я посмотрела в первый день 11 серий во второй день оставшиеся там 7 серий он меня конечно захватил но прям рекомендовать его я наверное не могу потому что ну он конечно не супер какой-то вау там то есть это не какой-то там ну скажем так это вам не утреннее шоу и это не большая маленькая ложь конечно то есть да мне было интересно именно вот в плане сюжетной линии смотреть красивая картинка но не скажу что прям какая-то супер классная игра актеров и в плане каких-то моментов да достоверности мне кажется там очень-очень мало вот но тем не менее я прям посмотрела с удовольствием мне было интересно вот так еще я начала смотреть сериал ну там по-моему сейчас вышло всего 5 серий может быть еще больше нужно посмотреть и повсюду тлеют пожары с Рис Уизерспун и Карри Вашингтон по-моему она играла в сериале скандал я его смотрела но по-моему так и не смотрела до конца вот он классный мне он конечно гораздо больше понравился от создателей по-моему утреннего шоу собственно и большая маленькая ложь два сериала которые просто вообще супер супер классные так что так что вот это из последнего что я посмотрела а так в основном смотрю ютуб еще посмотрели мой классный фильм итальянский на выходных он называется на закону тут не место такая комедия тоже вам рекомендую для может быть даже для семейного просмотра такой легкий итальянский веселый фильм ну а тем временем я здесь натерла сыр на мелкой терочке у меня здесь довариваются мои макарошки вернее спагетти аль денте мы варим семь минут и сейчас мы их смешаем сначала с сыром чтобы он расплавился и потом добавлю еще вот мой такой соус он в холодильнике постоял и загустел он был прям жидкий еще покажу вам немножко своего рабочего места ну в общем здесь как всегда беспрекрас вот так вот я работаю это если вы вдруг не узнали это мышка по мастер-классу Эмили Фримен она просто знаете я как только она у Эмили вышла еще в декабре по-моему или в ноябре прошлого года она мне сразу так безумно понравилась я очень хотела ее связать но не было времени и вот наконец-таки руки дошли связать мышку вот у меня здесь такой будет воротничок ручки я сейчас пришиваю голову еще нужно будет бантики сюда связать короче она просто какая-то волшебная невозможно классная но я вам подробнее покажу в видео с готовыми работами вяжу из Ярна Арджинс кстати очень подробный мастер-класс и мышка просто такая лапушка получается вообще не могу я только что отсняла для вас ролик со своими покупками с рукодельными покупками тут у меня и пряжа и крючок и глазки необычные которые я еще не пробовала и даже подушки есть я думаю что вы его скорее всего посмотрели так кошка как всегда лежит а я сейчас хочу я сейчас хочу пойти забрать свою посылку с сайта Wildberries я себе кое-что заказала все таки домой вы знаете этот сайт просто меня вынудил в общем помните я вам говорила что я положила себя в корзину там несколько было пижамок и думаю ну в общем пересплю с этой мыслью завтра еще посмотрю захожу я на следующий день и смотрю что цена стала на 400 рублей ниже за мою корзину я думаю я думаю что у них там постоянно меняются вот эти цены да даже в течение дня несколько раз и возможно даже они есть такая система что цена снижается на корзину которую человек выбрал но не оплатил короче я такая обрадовалась подумала что это знак надо точно брать и я себе еще одни домашние цены положила в корзинку и в общем то уже все пришло кстати то есть буквально вчера я оплатила да вчера я забрала две посылки как раз таки там вот были вот эти подушки которые я заказала глазки домашние тапки ну как не домашние тапки а резиновые тапочки я себе заказала для пляжа там для бассейна так что да думаю что я прямо сейчас наверное схожу пока я уже собралась схожу до Вайлбереса это же просто как как на праздник короче забрать посылку как на праздник пройдусь пешочком тут мне пара остановок до пункта выдачи так еще по пледу смотрите я вижу сейчас вот такой квадрат с пупырками с шишечками цвет такой классный мне его хватит на два квадрата я уже один вчера связала и сейчас вот еще один очень красивый цвет это по-моему пряжа Ализе то ли Бэби Бест что-то такое то ли Хэппи Бэби но в общем я эту пряжу очень люблю она гораздо приятнее чем Ализе Шикерим чем пехорка она прям вот такая знаете очень тактильно приятная какая-то немножко пружинистая объемная мягкая вообще не скрипит нисколько и прямо из нее одно удовольствие вязать видите как она красиво держит вот такие вот узоры объемные как шишечки да видимо такая вот высокообъемная ниточка но при этом у нее такая скруточка хорошая обожаю эту пряжу на самом деле что-то же я про нее забыла вот вяжу сейчас квадрат по-моему это уже 33 у меня квадрат сейчас вам я покажу что у меня вообще по пледу так ну а по пледу у меня вот что вот такая стопка вроде бы здесь 32 квадрата мне осталось связать 4 цветных и сколько там 12 по моему серых что ли мне писали чтобы я не оставляла напоследок один серый цвет но видимо все таки так получится итак вот давайте что у меня по серым сейчас у меня вот один узор вот такой вот вафелька дальше 3 узора вот таких плюс-минус дальше 2 простых я думаю что я буду под конец уже все таки большое количество вязать квадратиков вот таким простым узором чтобы как-то это все разбавить дальше один вот такой узорчик два вот таких один с шишечками и с косами 2 я думаю что больше я наверно с косами вязать не буду серых потому что ну очень много пряжи очень много пряжи он на себя забирает ну и утяжеляет плед ну парочки я думаю хватит так давайте посмотрим что у меня дальше пока еще я не раскладывала по цветам еще еще рано дальше что у меня здесь так смотрите я белых связала несколько еще у меня есть там один моточек белой пряжи белый с косами дальше белый кстати это все разные пряжи вот это пехорка детская новинка вот это тоже пехорка детская новинка а это ализе шакерим но по цвету они кстати очень даже похожи то есть прям это один оттенок белого да у меня здесь есть косы у меня есть вафелька и вот такой узор тоже еще я думаю на парочку квадратов мне белой пряжи хватит дальше я вам уже показывала два вот таких бежевых узором два коричневых я вообще старалась чтобы мне каждого цвета ну хватило хотя бы на два а лучше на три квадрата но так не всегда получилось например вот с этим цветом я думала что будет много там но нет осталось его 16 грамм поэтому только на один квадратик вот такого цвета хватило ну ладно ничего дальше розовых у меня аж получилось целых три вот такие дальше желтых тоже тоже три кстати так голубых у меня сколько тоже три но голубая пряжа у меня еще есть еще один квадрат будет голубой так а вот кстати тоже косы здесь есть у меня из голубой ниточки и вот такой у меня меньше все по моему по моему вот такого узора он как-то слишком расплющивает квадрат получается очень очень большой не знаю может быть еще свяжу один или два но не больше так потом два сиреневых так и на данный момент один вот такой вот коралловый я связала простой и сейчас еще один коралловый я вижу с шишечками поэтому их будет тоже два еще из цветных у меня будет один голубой два белых и вот один коралловый все на этом все больше других цветов уже не будет белый цвет он как-то прям тоже так знаете хорошо работает в этом узоре он как бы ну тоже как такой нейтральный цвет то есть получается из ярких у меня вот получается бежевый тоже как такой идет нейтральный он тоже как белый серый уравновешивает а вот эти уже эти уже как такие яркие акценты и поэтому я и хотела чтобы у меня каждого цвета было хотя бы по два-три квадрата чтобы ну как-то они все были равномерно по всему пледу вот так вот поэтому на данный момент так вот 32 квадрата вижу 33 так вы слушаете я пришла домой и я поняла чего мне не хватало все это время мне просто не хватало прогулки по улице боже мой у меня барам такое классное настроение я просто прошлась до до пункта выдачи забрала свою посылку с wildberries потом зашла еще фикс прайс как и говорила мне кое-что нужно было там по хозяйству как какую штуку купила хочу помыть окно на балконе потому что она не она как бы короче она не открывается практически и нужна была такая длинная штука чтобы можно было дотянуться вот взяла фикс прайси которая была подороже 149 ну посмотрим она вроде бы такая не такая хлипкая как была вторая я вообще такие штуки для окон не использую но вот именно для балкона потому что в общем плохо открывается и чтобы достать до пока карантин хочу помыть окна дальше взяла еще одну вот такую упаковку это полотенце бумажные вообще это классная штука я таким полотенцами всегда мою стекла и окна то есть я просто брызгаю и потом протираю и выбрасываю это супер удобно так потом кстати там увидела шампунь тоже фикс прайси по интро и вот такой маленький и у меня как раз скоро закончится я решила там взять чтобы уже никуда не заходить дальше вот такое средство для ванны это мое самое самое вообще любимое средство из всего что я пробовала мне кажется в этой жизни потому что она она вообще не пахнет практически и это средство гелевое дешевое и не знаю мне она больше всех нравится именно потому что она не пахнет вот так а еще я значит у фикс прайси купила вот такой вот вот такой стаканчик но не под щетки это было в отделе для ванны да там для щетки для пасты нет тут нет дырочки во первых я купила для того чтобы сюда сложить свои карандаши цветные да и эти фломастеры потому что у меня есть такая упаковка карандашей я сейчас иногда ну эскизы делаю да там для себя карандашами цветными чтобы по цвету посмотреть и мне просто их негде хранить они в этой коробке очень удобно хранятся я решила купить стаканчик он мне понравился такой видите мятный с такими какими-то крапинками там было там были еще такие голубые вот я уже давно себе искала что-то подобное я думаю что я вот сюда свои карандаши цветные сложу чтобы было удобно да и еще мм демсик кстати мой любимый золотый так давайте теперь перейдем что же мне в вайлдберрис пришло я на самом деле себе заказала в магазине твое 4 вещи 4 позиции у меня здесь посмотрим короче у меня три пижамки и одни вот такие вот брюки домашние у меня здесь на самом деле вообще все размеры которые только можно а вот это у меня м-ка это тоже м-ка это xl а вот эти штаны элька вообще в моем гардеробе если посмотреть мне кажется можно найти всякие размеры от xs до xl потому что все зависит от модели от марки и это в общем то какой мне нужен эффект я дома очень люблю ходить в очень-очень свободных вещах и вот 4 недели сидения дома меня в общем то сподвигли на то что я перебрала свой домашний гардероб и поняла что я оттуда ношу буквально там пять футболок белых вот и там пару штанов скоро вообще у нас тут лето-весна и у меня даже шортов практически нет там есть одни в общем вот мне нужны были новые вещи для дома ходить и я дома могу ходить только в светлом вот потому что у нас во-первых кошка и если я буду в чем-то темным даже если будет что-то красное или синее это все будет сразу же очень видно волосах поэтому решила немножечко обновить разобрала свой гардероб короче у меня здесь три пижамки и одни штаны это штаны мужские я вообще очень часто себе для дома беру и именно мужские штаны потому что женским не всегда короткие вот это у нас размер l кстати и я посмотрю в принципе это размер моего мужа если мне вдруг не подойдут я думаю что он будет их дома таскать я вообще иногда его штаны домашние тоже таскаю и они мне хорошо потому что они такие прям свободные я хочу чтобы штаны были домашние супер супер свободно давайте посмотрим кстати такой приятный светло-серый цвет мне кажется они будут хорошо потому что здесь ведь есть вот такая вот за тяжечка я просто их на талии затяну потому что они будут такие широкие вот и вроде как я посмотрела по сравнению с женскими они были на 10 сантиметров длиннее поэтому будем надеяться что они будут мне хорошо они такие вот немножечко зауженные к низу вот такие вот так сейчас будем все это мерить и кстати говоря цены были прям там совсем какие-то смешные вот эти две пижамки в размере m потому что я там почитала по отзывам что вроде как они и так свободны поэтому посмотрим здесь это вот такая летняя прям легкая такая модель здесь шортики можно спать можно дома ходить пока жарко шортики и маечка вот такая вот я думаю что будет хорошо потому что она так тянется вроде как сильно так дальше вот такая пижамка то тоже футболка с шортами тоже м к потому что написано что она очень свободная сейчас посмотрим ну да ведь какая футболка огромная вот все как я люблю прям до футболка большая и и шортики вот такие нужно шортики вроде как тоже такие немаленькие поэтому будет хорошо а вот эта пижама которая последняя у меня аж в размере xl потому что я посмотрела на сайте на девушки были штаны и они были ну так в облипочку поэтому я взяла не свой размер а самый большой и плюс по ростовке мне подходит xl то есть на рост 174 именно вот по длине вроде как xl так давайте посмотрим да футболка прям тоже такая будет гигантская все как я люблю мне кажется я могу дома носить вплоть до 5 xl футболка потому что я люблю большое так и и и штанишки тоже они на завязочках поэтому в талии они скорее всего будут широкие я их просто затяну то есть видите они xl но я не скажу что прямо не какие-то огромные потому что они видимо подразумевается как такие штаны в облипочку вот а я хотел чтобы они сидели посвободнее поэтому взяла xl сейчас буду все это мерить так ну что вот пижамка номер один это которая м к и хорошо что делаем к потому что она прямо вот очень очень комфортно сидит такая знаете она вообще невесомым в ней будет классно спать такие шортики маленькие и маечка маечка кстати короткая месяц мне сейчас нравится такие маечки чтобы можно было с какими-то носить штанами высокими да прям очень очень удобная такая невесомая приятная к телу хлопочек так что я довольна этой так ну что пижама номер два тоже очень хорошо села тут уже шортики прямо на высокой талии и они побольше очень очень комфортно я прям вот так хотела вот и футболочка такая свободненькая вот все как я люблю цвет тоже такой приятный светленький все сидит хорошо он тоже такая легкая невесомая вот в ней можно и по дому ходить и даже в принципе если кто-то придет то она не сильно короткая вот в той конечно лучше либо спать либо ходить пока никого нет так следующая пижама в размере xl и я рада что взяла именно такой потому что брючки смотрится прям свободненько они в талии конечно очень очень большими но я прям ее сильно сильно затянула вот и поэтому хорошо то вот футболка видите какая тоже большая кому то нравится но мне очень нравится я люблю когда футболки огромные и по длине вот видите что самое главное по длине они мне хорошо вот потому что скорее всего если я брала бы меньше размер то что мы были бы коротковаты а еще учитывая что всегда хлопочек он подсаживается после стирок поэтому еще подтягивает вот мне нравится ну это прям знаете такая прям пижама пижама в ней классно спать вот но футболки можно наверное и так ходить так что три из четырех подошло чем боялась за брюки вот эти вот мужские что они будут как-то мне не не по размеру но это просто идеально потому что видите какая высокая высокая талия получилось и я прям сильно их тут затянуло здесь такая вот веревочка и они классно посмотрите видите длина впритык вот о чем я и говорю то есть женские были бы еще на 10 сантиметров короче поэтому вот мужские брюки это для меня выход вот это элька не так сидят свободно там на мужчине они сидели тоже как-то более более в обтяжку вот и не с тем что они получились такие высокие и можно с чем-то с коротеньким носить либо же футболки например заправлять внутрь вот как так короче я супер довольна тут еще кармашки если же они очень легкие вот прям ткань точно такая же как штанов у костинах но только у него они более широкие внизу эти книги заужаются все сейчас я все это заброшу в стирку поскорее постираю поглажу или не буду гладить и буду носить очень нравится такое сочетание серого с розовым так ну что у меня пятница пришло время заниматься ногтями слушайте я надеюсь что я больше никогда никогда не буду делать этого сама короче вот мои три лака я вроде уже их показывал это сейчас все что у меня есть для ногтей пилочка средства для снятия вот такая вот штучка которой я кутикулу отрезаю но я вообще не умею это делать поэтому да как-то как-то справляемся со своими силами но с трудом я просто жду не дождусь уже поскорее когда все откроется но надо сказать вот этот вот лак он держится прям вот у меня ровно неделю даже больше наверно в принципе неплохо для обычного вака для ногтей очень даже хороший результат сейчас будем покрывать этим же самым покрывать вот такие вот блестки у меня в два слоя на базу и сверху топ с али ханса вот и все